Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Спрятала деньги в рюкзаке с двойным дном. Сотрудники гомельской таможни изъяли крупную сумму валюты у гражданки России. Женщина попыталась перевезти через границу 34,5 тысячи долларов США и 1800 евро. В Беларусь она прибыла в поезде Киев-Санкт-Петербург и не прошла контроль в пункте пропуска Терюха. Инспекторы обратили внимание на жесткую подкладку над ней рюкзака, а под ней нашли деньги. Валюту женщина не задекларировала, а потому всю наличность таможенники изъяли. К слову, нарушители избегают данную процедуру таможенного оформления по разным причинам. Иногда из-за того, что пытаются ввести в страну фальшивки, как это было в ноябре прошлого года, когда гражданин вез из Украины 20 тысяч долларов, чтобы потом распространить их в Беларуси и странах Европы. Перемещение наличных денежных средств и или дорожных чеков в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза без декларирования возможно лишь при условии, что эта сумма не будет превышать в эквиваленте 10 тысяч долларов США. При перемещении свыше указанной нормы необходимо письменное декларирование перемещаемой суммы. Данное требование гражданкой России исполнено не было, именно поэтому в Гомельской таможне возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Пять человек задержали сотрудники наркоконтроля во время операции по пресечению канала поставки наркотиков в Беларусь. Среди тех, кого изобличили оперативники, четыре жителя Калинковича и один мазырянин. Двое из этой группы подозреваемых, когда их задерживал ОМОН, попытались выбросить из кармана свертки с наркотическим веществом. Это оказались потребители дурмана, а вот наркозбытчиков трое. У родственников одного из них на чердаке жилого дома правоохранители обнаружили два пакета с веществом растительного происхождения весом около килограмма. Эксперты подтвердили, что это марихуана, причем сырье не местного происхождения. Милиция полагает, что часть зелья поставлялась из-за пределов страны, остальное готовилось из дикорастущей конопли. Калинковичским районным отделам Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Фигурантам, возраст которых варьируется от 25 до 29 лет, инкриминируется незаконное хранение и сбыт наркотических средств. А сотрудники МЧС сегодня спасли водителя самосвала, который оказался зажат в кабине из-за столкновения с еще одним грузовиком. Авария произошла в Рогачевском районе, в деревне Высокое. Обе машины съехали в кювет, одна из них опрокинулась. На дороге рассыпался песок. Чтобы извлечь из кабины пострадавшего водителя, понадобилась помощь спасателей. Они освободили его, используя гидравлический инструмент и передали медикам. Также с травмами различной степени тяжести был госпитализирован и второй водитель. В ближайшие сутки на дорогах Гомельской области ожидается туман. В ГАИ рекомендует проявлять осторожность и по возможности воздержаться от дальних поездок. ГАИ за безопасность на пешеходных переходах. С 30 января по 8 февраля на территории Гомеля и ряда районов области госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Безопасный переход». Цель акции – привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме наездов на людей и соблюдения правил дорожного движения. Наряды ДПС на время проведения мероприятия будут максимально приближены к пешеходным переходам. Вести повышенное наблюдение они будут в Гомеле, а также на территории Добружского, Житковического, Жлобинского, Мозорского, Калинковического, Реческого и Рогачевского районов Гомельской области. Основное усилие, а также внимание сотрудников госавтоинспекции направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов на пешеходных переходах. В 2018 году на территории Гомельской области прямо на Зебре произошло 81 ДТП. Пять человек погибли, 77 получили травмы различной степени тяжести. И это все новости за сегодня. Следите за происшествиями региона вместе с «Дефакто». До свидания.